У каждого человека есть таланты, данные им Богом. И эти таланты можно закопать в землю или идти в близкие курсы слова жизни в Москве и развивать их. АПЛОДИСМЕНТЫ Никогда не выглядел так молодо, как сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, присаживайтесь все. Огромная благодарность молодежной группе прославления. АПЛОДИСМЕНТЫ Саша снова попал в молодежную команду. Молодец! И они служили всю неделю. И те из вас, кто не был на молодежной конференции, Я просто хочу вам засвидетельствовать. Это была абсолютно ошеломляющая неделя. Хотелось бы мне, чтобы вы могли увидеть Собрание за собранием, Вечер за вечером, Весь пол был заполнен молодыми людьми, Которые ищут Бога, И плачут о своих грехах, Каются, И посвящают себя на служение Господу. Хотелось бы мне, чтобы вы увидели поклонение. Вчера нас здесь было 1700 человек. И яблоку негде было упасть. И молодые сердца хвалили Бога, Пели Ему, И посвящали свои жизни Христу. Аминь! Если вот здесь вот, можете, какие-то пятнышки видеть, Это, наверное, слезы молодых людей, Которые просто посвящали себя, Чтобы служить живому Царю. Служить живому Богу. Каждое собрание было очень особенным. Я по-настоящему верю, это была лучшая ютс-конференция, И я по-настоящему верю, это была лучшая молодежная конференция из всех. У нас никогда не было так много молодых людей. Поэтому слава Богу, Что Иисус это спаситель молодого поколения. Аминь! Слава Богу! И было много проповедников здесь. Стефан Сальмонсон, Рани Себастьян, Наши проповедники, И, конечно, Мой Отец. Аминь! И они здесь сегодня с нами. Можно я попрошу подняться сюда? И пока они поднимаются, Я хочу поприветствовать Наши районные церкви, Которые присутствуют с нами. Шелково, Химки, И Луберцы. Вы с нами сегодня. Мы любим вас сильно. Давайте поаплодируем громко. Слава Богу! Мы одна команда вместе. И мы служим одному и тому же Господу. Слава Господу за современное оборудование. Чтобы нам быть вместе. Аминь! Слава Господу! Аминь! Спасибо. Перерыв для ручика. Что это отец и мама? Я думаю, все более-менее, Вы знаете его. И вы были здесь и проповедовали на молодежной конференции. Папа, я восемь лет, и я саду 7 лет, тогда хорошее время проповедовать на молодежной конференции. Правда? Консинум, он не был третий пункт в конференции. Ваду венте. Я очень благодарен за то, что у меня получился возможность приехать в Москву. Вассейн сомнур, что я пришел сюда приехать в Москву. Летом попросили меня приехать сюда, чтобы проповедовать. Я сказал, не думал, ну да. Я не думал, о чем я сказал. Я грубил меня очень. И потом мне стало страшно. Но у вас есть тоже Евангелие, которое есть в моем сердце. Это одно и тоже. Самое, это фантастическое для нас чтобы встретить эту церковь. Я тоже хочу сказать, что это просто так здорово для нас видит эту церковь. Дену квалитет что есть в ледерах. Кажется, которые есть среди ледеров. Де, что есть в работе. И вовсе, работников. Али, дам, я мертв. Я имею в виду, что есть очень очень хорошая, отличная квалитет. Всяк, которые я встретил, я видел там, проста духовную и Качеста. Син соммер были посыки от университета с университетом с университетом. Я хочу сказать, что есть в ледерах в вашем молодежном пасте, в педисат, в вашем молодежном пасте, в нашей церкви, в нашей церкви, в Насвен-Норвегии. Это ледерах и экземпель по какой квалитет что есть в менте. Я не яркий пример от Качеста церкви. Вы были стольте о тех, что есть в молодежном пасте. Это было свободно для нас, чтобы получить имот в нашей церкви, в нашей церкви, в нашей церкви. Мы были очень рады, мы очень много о молодежном пасте. мы очень рады, что есть в молодежном пасте. Я не знаю, что ты говоришь, Алма? Я чувствую, что мы очень привилегированы, очень счастливы. У нас есть сын в Москве, который мы можем посвящать. И на этой неделе мы были на молодежной конференции. И сейчас мы можем встретить вас, церковь. И так здорово чувствовать вашу любовь и теплые отношения, которые просто текут к нам, когда мы здесь. И мы знаем, что вы так хорошо заботитесь о Матсуле, о Ранде и о детях, что пусть Господь благословит вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У него была работа с дачей в Норвегии. Но что-то горило в его сердце. Москва. Он был здесь три года без зарплаты. Но что-то горило в его сердце. Он нашел в Евангелии и в Москве. Он нашел то, что было в его сердце. Он нашел то, что было в его сердце. И это хорошо видно, как это распространялось. Я хочу сказать, это дагон, который зажег. Дух Святой сердце, так многих людей. Молимся, чтобы этот дагон сохранился, чтобы он мог продолжать развиваться. Потому что эта церковь имеет что-то особенное в себе, и все это требуется в мире. И мы будем молиться много за эту церковь. И это не конец сейчас. Сейчас это не конец. Этот дагон продолжает гореть. Горит в сердце людей. Дальше и дальше и дальше. Желаю вас Божьего благословения. Отец на небесах. Молюсь за эту церковь. Отец на небесах. За то, что огонь, который ты зажег. Чтобы этот огонь продолжает гореть. И дальше и дальше. Евангелие о Иисусе. Евангелие об Иисусе. Он, который спасит меня. Он, который спасает меня. Он, который спасает меня. Благаславия над Эдой церковь. И фра дюпит от мит херта. От полного сердца майево. Пускас под благословит вас. Слава Богу. Аминь. Аминь. Много благодарности моим родителям, маме и папе. И, конечно, моя сестра и ее муж тоже здесь. Пожалуйста, встаньте. Давайте поаплодируем горячее. И вы уже знаете их. Слава Господу. Мы любим вас очень сильно. Аминь. Итак, отправимся к Господу. И откроем Луки, 10 главу. Вчера вечером я говорил на молодежной конференции. И я назвал слово «Выбирай Бога». Есть так много разных выборов в нашей жизни. И Бог хочет, чтобы мы выбирали Его. И сегодня я этим делюсь с вами несколько с другого угла. И мы начнем с Луки, 10 главы. В конце главы есть одна из самых известных историй Нового Завета. Иисус находится в доме Марфы и Марии. И Марфа очень занята практическими вещами. Но Мария, она различает данный момент. И приближается к Иисусу. Она садится у Его ног, слушает Его. И когда Марфа жалуется, почему Мария не помогает мне? Иисус говорит Марфе в 41 стихе, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Аминь. Эта история говорит о благословении, о благословении, которое получила Мария. Иисус называет это благословение благой частью. И интересного в этом, то, что эта благая часть, должна была быть выбрана. Иисус сказал Марфе, Мария избрала благою часть. Да, было что-то благое в тот момент. Но для того, чтобы Марии принять это благое, она должна была избрать это. И когда она избрала, она получила и благословение тоже. И это текст для сегодняшнего дня. Есть благая часть. И много благих частей и для вас, и для меня. Но Библия говорит, они должны быть избраны. Каждый день есть благословения, которые нас ожидают. И те вещи, которые Иисус называет в этой истории благою частью. Но они не произойдут сами по себе. Мы видим в этой истории что и Марии, и Марфе приходилось выбирать. И Иисус был счастлив за тот выбор, который сделала Мария. И при этом Он хочет также обратиться к нам сегодня о многих выборах, которые мы совершаем. И что своими выборами мы можем Его радовать. И мы можем выбирать, что благословляет нас, что приносит жизнь нам, и научиться чему-то из этой истории, что может помочь нам в каждом нашем дне с Господом. Потому что что значимого здесь что, хотя благая часть была, и это благословение у ног Иисуса, почему Иисус не заставил этих женщин взять эту благую часть? Он Бог, не так ли? Он же Бог всемогущий? Почему же тогда Бог просто не заставил этих женщин? Я люблю тебя. Я хочу, чтобы вы были благословлены. Поэтому вот эта благая часть Он этого не делал. Почему? Потому что благая часть должна быть избрана вами. Так оно и есть. Все эти благие вещи, которые у Бога есть для человечества, мы должны их выбрать. Мы должны их пожелать и отойти от чего-то для того, чтобы выбрать Бога. Аминь? Потому что также является значимым подумать, что хотя Иисус их не заставлял, но, по крайней мере, Он мог бы их побуждать, когда Он зашел домой и сказать, Марфа, Мария, вот две части. Благая часть и не настолько благая часть. Я говорю вам, выберите благую часть. Он даже этого не сделал. Есть много мест в Библии, которые включают и побуждения, но здесь нет такого. Почему? Потому что Иисус хочет, чтобы вы выбирали Его из Своей свободной воли. Он хочет, чтобы вы выбирали Его от всего своего сердца. И вот почему Он сказал Марфе и через это Писание Он сказал всему миру, Мария избрала благую часть. Добровольно. Я ее не заставлял. Она хотела сидеть у моих ног. Она хотела моего слова. И она получит благословение. И никто Его от нее не отнимет. И таким же образом Бог хочет, чтобы мы раз и навсегда и также каждый день выбирали ту благую часть, которая будет радовать Его и которая будет приносить благословение нам. И весь народ сказал, вознадим Господу большие аплодисменты и хвалы. Мы все еще в таком молодежном настроении. Поэтому сегодня можно воскресать чуть больше. Потому что эта история возвращает меня к Эдемскому саду. Мы не будем сегодня углубляться, чтобы читать избытие. Но давайте просто вспомним историю. Когда Бог сотворил человечество, и Он создал Вселенную, и тогда, может быть, к нашему великому удивлению, Он дал человеку выбор. Когда все было совершенным, Он поместил дерево в саду, и Он сказал, это дерево может вас погубить. Вы не должны вкушать от него. Почему Он так поступил? Ну, очень глубокий богословский вопрос. Но даже с самого начала, мы видим что-то из взаимоотношений, которые Бог хотел иметь с нами. Любовь может быть настоящей, только если есть выбор. Бог хотел, чтобы мы с самого начала имели варианты. Он поместил дерево там, чтобы мы могли выбрать Его, чтобы мы могли сказать нет тому, что является неправильным, и да сказать Богу, чтобы мы могли сделать то, что сделала Мария, выбрать благую часть, потому что в этом есть взаимоотношение, которое Бог хочет иметь с вами сегодня. У меня есть компьютер дома, или у Рамиля здесь телефон есть. И знаете, здесь можно как бы переговоры вести. Можно писать, задать вопрос. Компьютер, ты любишь меня? И печатается ответ. Матсула, от своего сердца, люблю тебя. Может быть, небольшое ободрение есть в этом, но это не что-то настоящее. Правда? Если хочешь иметь что-то настоящее, должен спросить кого-то, у кого есть свободная воля. И, конечно, свободная воля переводчика, она ограничена, но тем не менее. Если хочешь пережить настоящую дружбу и настоящую любовь, должен быть выбор. Рамиль. Как зовут отца твоего? Рагиб. Рамиль, сын Рагипа. Любишь ли ты меня? Люблю Матсула. Ты говоришь это от сердца или от сердца? От сердца. Это нечто другое. Кто понимает, о чем я говорю? Бог есть Бог. Бог мог сделать что угодно, когда творил мир. Но именно так Он захотел того. Он поместил человека в саду. Он дал ему выбор. И Он сказал, выбери меня. Выбери меня больше всего остального. И пусть взаимоотношения между нами пускай будут настоящими. И с того момента, конечно, многое изменилось. Но с другой стороны, не изменилось. Мы по-прежнему выбираем. Эти две женщины, Марфа и Мария, они обе были хорошими. Мы можем сказать, они обе были христианками. Но выбор Марии был лучше. И при этом, сегодня, мы с вами можем определиться, чтобы делать более хорошие выборы в своей жизни, которые приблизят нас больше к Иисусу и принесут больше славы в этот мир. И весь Божий народ да скажет, воздадим им еще одни аплодисменты хвалы. Благословим имя Господа. Потому что самое опасное отношение, которое у тебя может быть, это думать, все и так будет хорошо, само по себе. Я же христианин. У меня все получится правильно. Нет, мой друг, Божья воля должна быть избрана. Есть настоящие перекрестки. Как хочу показать, есть настоящие выборы каждый день. И Бог хочет, чтобы мы использовали эту свободу, которую Он дал нам. Поступать как Мария. Выбирать благую часть. Я хочу сказать о двух разных вещах сейчас. Я хочу сказать о главных, больших выборах жизни. Но также хочу сказать о более таких повседневных выборах. Но давайте сначала откроем Матфея 23. Позвольте мне сказать вам о спасении. И о Божьем призвании. Эти большие дни, когда наша жизнь находится в балансе. Когда мы принимаем решение, в каком направлении нам идти. В Матфея 23, Иисус бывал в Иерусалиме много раз в эти годы Своего служения. Он исцелял больных. Он совершал много чудес. И Он проповедовал населению города о Царстве Бога, о прощении грехов, о вечной жизни. И сейчас, в конце Своей жизни, перед Крестом, Он говорит так в 37 стихе, О, Иерусалим, 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 The one who kills the prophets and stones those who are sent to her, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к Тебе. Сколько раз хотел я? Скажите, хотел я? Сколько раз хотел я? Собрать детей Твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья. И вы не захотели. Эти слова, они на самом деле серьезные. Иисус говорит об этих людях, что как часто хотел я, чтобы вы пришли ко Мне, чтобы вы были спасены, чтобы приняли дар прощения от грехов. Я хотел этого, но вы не захотели. А о чем же это говорит нам? О жизни. О Боге и о человеке. Кто это был, кто не хотел спасения? Бог ли? Или это были они? Кто? Это были они. Иисус сказал, и хотел я. Я звал. И я хотел, чтобы вы сказали да. Но вы не говорили да. Вы не хотели. До сих пор так оно сегодня. Спасение это выбор, который делает человек. Библия говорит, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И пришли к познанию истины. Но спасение это призвание. Призыв ко всем нам. И почему же мы говорим нет Богу? Иногда из-за бунта мы не хотим на самом деле Господина. Мы хотим быть у руля сами. Иногда мы говорим нет из-за гордости. Что мне смирять себя? Что мне называть себя христианином? Что мне верить, что Бог сотворил этот мир? Я же как бы человек. Гордость. Удерживает так много людей от Бога. Иногда мы говорим нет. Из-за похоти. Мы можем называть себя христианами. Но я не хочу жить так, как книга говорит мне. Я хочу жить так, как угодно мне. Поэтому, подобно людям Иерусалима, Бог хочет чего-то для нас. Но мы этого не хотим. Потому что цена выглядит высокой. Я хочу жить так, как угодно мне. Поэтому не было ничего особенного в Иерусалиме. На протяжении всей истории всегда были люди, которые говорили нет. По разным причинам. Но истина в том, что мы все несем последствия этого выбора. Аминь. Когда касается спасения. Вы видели моего папу здесь. На сцене сегодня. Он был спасен. Моему отцу было 27 лет. Это 60 лет уже. Аминь. 60 лет юбилея в этом году. Аминь. И он говорил мне много раз, как он был на собрании, как сегодня. Он и его друг пришли. Два молодых норвежца. И вот они сидели вместе. И они слушали. Когда проповедник призывал к покаянию. И мой папа почувствовал призыв, призвание в своем сердце. Оставить свою ветхую жизнь. И отдать свое сердце Иисусу. И когда пришел призыв к покаянию, он встал. И пошел вперед. И помолился. А его друг остался сидеть. Пару лет назад. Мой отец рассказывал мне. Он встретил этого человека. Которому тоже больше 80 сейчас. И тот сказал моему отцу. Я помню тот вечер. Когда ты принял спасение. И я хотел, чтобы ты знал. Ты был не единственный, кого Бог призывал в тот вечер. Он и меня тоже призывал. Сейчас это оба взрослых человека. Которым больше 80 лет. Оба были призываемы. И я хочу спросить вас. Кто сделал выбор? Бог ли? Или они? Они делали выбор. Хотел ли Бог, чтобы мой отец был спасен? А чтобы друг его не был спасен? Нет. Он хотел, чтобы и тот, и другой были спасены. Но выбор и свой отец. Он за нами. Вы должны выбирать Бога. Вы должны быть готовы говорить, Бог, я выбираю тебя. Больше, чем гордость. Больше, чем похоть. Больше всего остального. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни. И при этом, как христианин, мы можем быть в той же самой битве. И Бог хочет, чтобы мы преодолевали эти препятствия. Когда Господь по-настоящему стучит в двери наших сердец. И призывает нас к Себе. И просит нас служить Ему. Аминь. Когда мой отец стоял здесь, видеть бы вам его вчера, он проповедовал молодым людям о том, что когда ему было 64 года, он рассказывал им, что как он был богатым человеком. У него был Мерседес, у мамы моей был Мерседес. И вот на самой вершине этой карьеры, которую мир может дать, Бог ему сказал, избавиться от всего, от обоих Мерседесов, не только от одного, а от обоих, все оставить и отправиться в библейскую школу. Если бы вы были здесь, вы бы видели моего отца стоящим здесь, и слезы на его глазах, который говорил бы, мне 87, и я так счастлив, что я выбрал Бога. Аминь. И каждый из нас сталкивается с такими днями в жизни, когда мы чувствуем, что Бог призывает нас. Но Он никогда нас не заставляет. Он не говорит, Рамиль, хочешь здесь служить меня? Скажи, да, да, да. Нет, и так. Он просто призывает. Два молодых человека сидели рядышком, и Бог призывал их обоих, и вы несете свою судьбу в своих руках, чтобы отдать свою жизнь Иисусу, но также служить Ему и посвятить себя Ему. Но знаете что? Однажды нам тоже будет 87. И насколько это будет благословенно, если мы сможем знать, мы выбрали Бога, и мы не будем об этом сожалеть. Аминь. Я читал биографию Ренхарда Бонки. Слышали, может быть, его? Величайший евангелист нашего времени. Знаете, что он сказал? У меня такое ощущение. Он проповедовал много раз собрание, где было больше миллиона человек на собрании. Это даже больше, чем вчера вечером здесь, аминь, на молодежной конференции. Он говорит так. У меня было такое чувство, что я был не первым. Были другие, которых Бог призывал делать то же самое. Но они сказали нет. Почему? Мы не знаем. Но они сказали нет. И потом он звал других. И те тоже, может быть, сказали нет. Не все говорят да. Не так вот. Я христианин, и все будет прекрасно. Нет. Бог призвал нас к свободе. И он будет послать свое слово. Иногда он будет бросать нам вызов делать то, что кажется радикальным. Но ничего не является радикальным в свете вечности. Аминь. В свете реальности жизни. Куда нам идти? У Иисуса вечная жизнь. Что может быть более достойным, чем служить Богу? Аминь. Итак, Бог хочет, чтобы мы были народом, были отдельными людьми, которые поступают, как Мария. И говорят, есть благая часть. И эта благая часть — Иисус. И что бы это ни стоило, это часть, которую я выбираю. И весь народ сказал, Аминь. Поздадим Господу еще одни аплодисменты. Благословим имя Господа. Потому что здесь есть и другая сторона. Если откроете Ифесянам со мной, и пятую главу, она имеет отношение к нашей повседневной жизни. Не только к этим главным моментам, потому что история про Марию на самом деле история про повседневную ситуацию. И Иисус пришел домой. И есть две части. Загруженная, занятая, занятая, занятая. Или есть момент. Иисус хочет поговорить со мной. Такие выборы мы делаем каждый день. В Ифесянам, в пятой главе, есть слово, которое помогало мне много. И, может быть, оно может помочь и вам также. Я говорил об этом молодежи вчера. Они находятся в таком времени своей жизни, когда все формируется и все лепится. Их личные качества, их цели жизни, и все это находится в руках горшечников в данный момент. И слава Господу за собрание, когда они преклоняют колени и молятся. Но я был молодежным пастором. И я знаю про понедельники, среды и четверги. И эти повседневные выборы, которые мы делаем. Что по-настоящему значит быть христианином? Что такое христианский образ жизни? Что христианин может пить? Что он может читать? На что он может смотреть? Куда христианин может пойти для развлечения? Ну, хорошие вопросы, правда? Или нет? Библия не говорит. Так, вот здесь в послании эфизианам перечисляется список телевизионных программ. Фу, фу, фу. Хорошо, хорошо, хорошо. Нет, не так все. Ты сам определяешь, делаешь выбор. И у тебя должна быть путеводная звезда в твоем сердце. У тебя должен быть этот отвес. Я христианин. Есть много всего вокруг меня. Что же будет моим образом жизни? Что я позволю в своем доме быть? Очень-очень хороший стих. Эфизианам 5, стих 8. Здесь сказано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Аминь. Библия говорит о том, чтобы я могу испытывать не только что полностью черное и то, что полностью белое. Жизнь более сложная штука. Не так, что этот фильм от дьявола, и он тебя уведет в ад. Но этот фильм Божий шедевр, и он поведет тебя в небо. Нет, все более сложно. Поэтому вместо того, чтобы спрашивать, можно я буду смотреть вот это? Можно я буду пить это? И при этом оставаться христианином, я могу сделать то, что Павел сказал. Я могу испытывать, что благоугодно Богу, что Ему угодно. Я могу сказать, здесь есть благая часть где-то, но я могу выбрать. Я могу использовать свою свободную волю и думать, насколько близко я могу приблизиться, что хорошего для меня, и что возрадует Бога, если я выберу вот это вот. Потому что очевидно, что Бог хочет, чтобы я выбирал. Библия говорит, ходите как чадо света. Испытывайте, что благоугодно Ему. Итак, выбор за мной. Но Он не безразличен к тому, что я выбираю. Аминь. Точно так же, как с Марфой было и с Марией. Это был их выбор. И Иисус дал им этот выбор. Но Он сказал, Мария выбрала лучше. И знаете что? Мы можем поступать так же. И мы также можем выбирать более хорошее. Аминь. Посмотрите с собой. В Исайи 7 главе. Есть слово, которое на самом деле является пророчеством о Христе. Мы читаем его иногда, когда приходит Рождество. Исайя 7. Стихи 14 и 15. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Все Девы в очреве примет и родит Сына. И нарекут имя Ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Аминь. То же самое могло быть написано про тебя и про меня. Бог будет кормить нас. И мы будем расти духовно, пока не будем различать, отвергать худое и, как сказано здесь, избирать доброе. Аминь. Это и есть духовный рост. Если хочешь жить со Христом, если хочешь быть светом для Него в мире, если хочешь, чтобы Божье благословение, Его радость, Его крепость обитали в твоем сердце, надо научиться отвергать худое и избирать доброе. И настолько, насколько только ты можешь стремиться выбирать то, что выбирала Мария в свободе. Из свободного сердца выбирать то, что ты веришь, является благоугодным Богу. Когда Библия говорит про наше сердце, давайте прочитаем другое место из Писания. Матфея 12 глава. Библия говорит, что наше сердце, наша душа это сокровищница, это склад. И то, чем мы наполняем этот склад, то и будет тем, чем мы будем становиться. Матфея 12, стих 35. Послушаем внимательно, что сказал Иисус. «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе». А злой человек из злого сокровища выносит злое. Аминь. Другими словами, «Я наполняю свою душу, я наполняю свою сокровищницу тем, чем, что я выбираю». И есть благая часть, которую я могу выбирать. Например, вот эта вот. Это очень даже благая часть. Это Библия. Аминь. И если я наполняю себя ежедневно частью порции Слова Божьего, то она укрепляет меня. Она приближает меня к Богу. Но знаете что? Бог тебя не заставляет. И не может заставить. Потому что Он дал тебе выбор. И ты можешь выбирать благую часть. Да, Бог. Сегодня я выбираю Библию. Я выбираю хвалить Тебя и благодарить Тебя. Сегодня я буду слушать музыку. Вчера я говорил молодежи много о музыке. Можно ли я буду слушать эту группу? И при этом называться христианином? Неправильный вопрос. Найди лучшую музыку, которую только можешь. Музыку, которая возогревает твое сердце. Которая укрепляет твою веру. Которая воздает славу Богу. И наполни свою сокровищницу этой музыкой. И из сокровища сердца твоего ты будешь иметь доброе, что ты сможешь дать миру. Аминь. Когда ты стоишь и у тебя в руках два фильма. Один фильм. Кровяная вдова и мстящие тараканы. А другой. Просто так важен. Что это такое? Какой какой бы это фильм не был, есть благая часть. Аминь. Есть выбор. Можно ли я буду это смотреть? А это хорошая, благая часть? Наполнит ли это твою сокровищницу тем, что является добром? Мы читаем. Мир полон книг. Но позвольте мне сказать вам. Есть благая часть. Есть книги, которые привезут тебе мудрость, утешение, радость, укрепят тебя и приготовят тебя. И дело здесь за тобой. У тебя есть сокровищница внутри. Иисус говорит, из того, чем мы наполняем эту сокровищницу, потекут либо добро, либо зло. Таким мир всегда был. И таким он является для нас сегодня. Аминь. Иисус также говорил, Он говорил о злом сокровище. И в Исаии 7 сказано, мы читали, Он должен был научиться отвергать худое. И это то, что нам нужно делать так же. Мы живем в обществе, где так много всего, чего вам и мне не нужно, что может разбить нашу веру, что наполнит нас нечистотой, и что увлечет нас от присутствия Бога. И каждый день мы выбираем глазами своими, ушами своими, куда нам идти, что нам принимать. И слова Иисуса они до сих пор звенят. Мария избрала благую часть. И она у нее не отнимется. Аминь. Вот почему мы с вами нам нужно хранить свою жизнь. Нам нужно защищать свои дома. Не все является добром. Есть великая свобода в жизни христианина. Но если ты мужчина, то на тебе ответственность. Что ты позволяешь быть в твоем доме? На что ты позволяешь семье смотреть? Бог хочет, чтобы мы взяли ответственность и знали, и есть благая часть, которую я могу принести. И есть другие вещи, которые у детей твоих не должны быть. И тебе этого не нужно дома. Потому что долгосрочное влияние будет нехорошим. Все знают те ужасные события, которые произошли в Норвегии полтора года назад. Когда один человек убил больше 80 молодых людей. Что он сделал? Он сделал перерыв в своей жизни, прежде чем это произошло. в течение года. Целый год. Каждый день. Взрослый мужик. Сидел за компьютером. И играл в ужасные военные игры. Убивая людей. На компьютере. Целый год. То, чем ты заполняешь свою душу, то и будет тем, чем ты станешь. Поэтому не используй свою свободу чтобы выбирать то, что тебя погубит. Тогда, как есть благая часть. О которой Иисус сказал, что она у тебя не отнимется. Можно этот стол сюда? Вот у меня есть стол. Там бутылки. Не потому, что вопрос с бутылками самый важный. Но я хотел показать что-то, чтобы вы могли запомнить. Всякий раз, когда мы идем в магазин, мы выбираем, что нам покупать. И, конечно, я могу думать, так. А вот это я могу выпить? И вот это? И при этом оставаться христианином? Конечно, могу. Могу по-прежнему быть христианином. Но это ли будет благоугодно Богу? Это ли является благой частью? Я могу выбирать. Я могу говорить, Бог, что насчет этого? Что насчет этого? И я могу уйти из магазина с хорошей, благой частью. Выбрав то, что я считаю является лучшим для меня и для моей семьи и для многих молодых людей, которые смотрят на меня. Я могу поступить как Мария. Я могу знать, да, у меня есть свобода выбирать что угодно здесь. Но я хочу быть рядом с Богом. Я хочу, чтобы мое сокровище было наполнено добром. Можно унести, пожалуйста. Итак, в моей повседневной жизни я всегда делаю эти выборы. И шаг за шагом я становлюсь чем-то. Я становлюсь мужем Божьим, человеком мира. Либо человеком гнева. Нечестивым человеком. Я становлюсь человеком любви. Либо человеком подозрения. И все это возвращается к тому, что я выбираю. Чем я буду наполнять свое сердце. Я не знаю, если вы помните человека, который был президентом в Америке восемь лет. И он рассказал историю. Когда он был молод, он говорит так, что однажды он был обувщиком. И он был у сапожника, который должен был обувь для него сделать. И сапожник спросил, ты хочешь, чтобы у тебя носок был круглый? Или хочешь, чтобы он был такой угловатый? И он сказал, я не знаю. И сапожник говорит, ну подумай немножко. И в городе потом, через пару дней они встретились. И сапожник говорит, ну что, ты определился? Хочешь круглый носок? Или квадратный? И он сказал, ну не знаю. Сапожник спросил, давай, приходи завтра, я уже доделаю обувь для тебя. И когда Рональд Рейгин пришел к нему наконец, вот что он получил. Один такой кругловатый, а другой чуть угловатый. И сапожник сказал ему, молодой человек, если ты не будешь делать решение своего, кто-то другой будет выбирать за тебя. И когда он ушел с этой обувью, он уже сказал, когда он был президентом, что для него это было хорошим уроком. С того момента я принимал решение. Я не позволю другим людям выбирать за меня. Я сам буду выбирать. И вы также поступайте. И вы увидите. Бог вам поможет. Аминь. Возьмите им, Господу, большие аплодисменты. Аминь. И давайте приземлимся на этом слове сегодня так. Я говорил, как мы с вами имеем свободу в Боге. И эта свобода абсолютно обнаженно истинная. И насколько опасным является думать, что Бог будет принимать решения за меня. что и все так будет хорошо, лишь из-за того, что я христианин. Да не так. Ты наполняешь свою душу. И ты становишься тем, чем ты наполняешь свою душу. Когда Бог призывает, не каждый говорит «да». Некоторые люди говорят «нет» великому призванию. Богу приходится находить другого человека. Не каждый, кого Бог призывает ко спасению, спасается. Мы выбираем. И потом уже живем с этим выбором. Но эта история про Марию, она так ярко сияет в Библии. Она, возможно, была молодой девушкой. Иисус сказал, она выбрала благую часть. Никто не отнимет ее у нее. И мы можем поступать так же в главные дни нашей жизни. Но также, когда мы идем в магазин, когда включаем музыку, когда покупаем что-то, когда принимаем решение насчет отпуска, нашего времени отдыха. Мир полон хороших выборов, которые помогут вам вырасти в то, чтобы стать человеком Божьим. В филиппийцам в первой главе мы находим такой стих. Для меня он лично описывает такой образ жизни, которым я хочу жить больше, чем каким-либо другим. И здесь Павел говорит так просто. Он начинает с 20 стиха. И говорит, что при уверенности и надежде, что Христос, Он будет возвеличиться в теле моем жизни или смертью. И он говорит так, «Ибо для меня жизнь Христос». Так просто, но так правда. Он говорит, «Христос — это Бог, и Он — моя жизнь. Но как иное, что-то может быть моей жизнью? Он есть та измерительная верфь. То, что Он думает, это хорошо. И насколько близко я могу встать рядом с Ним? Эти другие вещи, они выглядят неплохими на данный момент, но нет. Для меня жизнь Христос. Когда мне 87, я хочу быть способным сказать, «Я выбрал Бога, и я так счастлив». Это то, что Павел говорит. И это то, что мы можем сказать сегодня. Я попросил Ранди спеть для нас песню сегодня. Я не знаю, центры, можете ли вы быть с нами или нет. Может быть, мы сейчас прощаемся. Бог да благословит вас. Но Ранди будет петь песню, песню, которую поют по всему миру. Это старая песня, и она выражает все это так драгоценно. «Я все покоряю Иисусу». Все Ему я отдаю полностью. Просто откройте сердца и пусть эти слова служат вам. «Я все покоряю Иисусу» «Пред лицом Его хожу». Еще раз я пою первый куплет. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу. Вупованный и смиренный пред лицом Его хожу. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Все Иисусу отдаю я, весь хочу Христовым быть. Дух предвечний, Дух предвечний да научи, Знад Христа Его любить. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все я отдаю. Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. 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 Все тебе, мой Искупитель, все я отдаю. Высвобождающее слово в этой песне это слово «всё». Бог знает, что мы несовершенны. Он знает это. И Он не требует от нас быть совершенными. Но что Он просит, это следующее. Дай мне всё своё сердце. Отдай мне всё своё сердце. Что за трагедия, что однажды обернуться на свою жизнь и знать, а было что-то там, что вы так и не отдали Ему. Вы знали, что вам следовало отдать, но не сделали этого. Иисус, Он всё. Он Бог. И Он хочет, чтобы мы с вами выбирали Его из своей свободной воли. Когда я женился, была большая-большая свадьба. И так как я был пастором, было много людей там. У меня было лишь одно желание, чтобы кто-то спел эту песню. И Мортон, который здесь, и мой брат, и некоторые другие, они пели её на этой брачной церемонии. Всё тебе я отдаю. Потому что это я хотел слышать, когда женился. Что всё, чего мы хотим, это жить для Иисуса. Аминь. Давайте ещё раз поём. Всё я отдаю. Всё я отдаю. Всё тебе, мой искупитель. Всё я отдаю. Всё Иисусу отдаю я. Боже, храм во мне создав. Благодатью и любовью Иисусу отдаю я. Иисусу отдаю я. Всё я отдаю. Всё тебе, мой искупитель. Всё я отдаю. Сегодня мы в церкви. Это место поклонения. Это место решений. Это место, где люди принимают решения для Христа. Это место, куда люди приносят бремена свои и оставляют их. Это место, где Бог меняет людей. И сегодня, может быть, есть что-то, что ты чувствуешь, что ты хочешь, чтобы Он изменил в твоей жизни. Может быть, это призвание. Это призыв к чему-то радикальному. Но ты знаешь, что это от Бога. Или, может быть, есть что-то в твоей повседневной жизни. И ты знаешь, Бог хочет и эту сферу иметь. Тогда сегодня. Прямо сейчас. Поэтому мы и здесь. Давайте позволим Богу быть Богом в нашей жизни. И я буду просить Ранди еще петь первый куплет. Но пока мы это будем делать, давайте и молиться вместе. Мы не будем вызывать людей вперед. Но если вы хотите, если есть что-то особенное, что вы хотите дать Господу, или есть дверь, которую вы хотите открыть перед Ним, тогда вы можете склонить колени там, где вы есть. поговорить с Ним об этом. Когда Бог призывал меня, я ни с кем, неделями не разговаривал. Это было между мной и им. И есть моменты, где Он встречает нас, меняет что-то, приближает нас к себе. И есть часть, которую мы можем выбирать. Благая часть, которая от нас не отнимется. Поэтому, пока поем, можете помолиться Богу. Если хотите, можете склонить колени и отдать свое сердце снова Ему. И потом мы продолжим петь. Всю Иисусу отдаю, весь Ему принадлежу. В упований и смирений, пред лицом Его кажу. Все я отдаю, все я отдаю, все я отдаю, все тебе, мой Искупитель, все я отдаю, все я отдаю. И все Тебе, мой Искупитель, все я даю. Все я даю, все я даю, все тебе, мой Искупитель, все я даю. И давайте помолимся вместе. Возложите руки на грудь себе. И давайте скажем так. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты призвал меня к Себе. И Иисус, я отдаю Тебе все. Свою жизнь, свои таланты и свое время. Да будешь Ты Господом в моей жизни. Помоги мне, Иисус, выбирать благую часть, которая не отнимется у меня. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Все Тебе, мой Искупитель, все я даю. Все Тебе, мой Искупитель, все я даю. Я чувствую, что Дух Святой говорит. То, что я слышал и на первом собрании так же. Есть некоторые люди здесь. Для которых это такой судьбоносный момент. Это что-то похожее на Рейнхарда Бонке. Знаешь, что есть что-то от Бога на твоей жизни. Не позволит Ему пройти мимо. Не позволит Ему пройти мимо. Положись на Него. Положись. Что Он приготовил путь. Не бойся выбирать Его. Не бойся выбирать Бога. Бойся не выбрать Бога. И ты увидишь, что Тот, Кто Он спасает, и Тот, Кто призывает, Он приготовил путь. И Он позаботится обо всем. Отец, я благодарю Тебя. Отец, за служителей. За людей, призванных. К различным сферам общества. Я благодарю Тебя за готовность оставить то, что должно быть оставлено, чтобы следовать за Тобой. Спасибо, Отец, за моменты встреч с Тобой. Призвания. Моменты судьбы. Которые так много будут значить для так многих людей. Я славлю Тебя, Бог. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Богу. Я нахожусь сейчас на Масаде. Сюда можно подняться двумя путями. Первый путь, он легкий. Это канатная дорога. Второй путь, более сложный, это пешком. Но дело не в том, что легче. Дело в том, что правильнее. КОНЕЦ. ВОЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...